САМАР Уже тогда Владимир Ильич производил сильное впечатление своим знаниям марксизма. В 1895 году он объединил в Петербурге все рабочие марксистские кружки в союз борьбы за освобождение рабочего класса. К тому времени их было уже более 20. Так что там происходит? Я к вам обращаюсь, молодой человек. Ко мне? Да, к вам. Что такое за звуки у вас какие-то? Встаньте, пожалуйста. Как ваша фамилия? Моя-то? Ну не моя, свою я помню. Полюбопытствуйте у студентов старших курсов, кто такой доцент Григорианц и легко ли ему сдать экзамен. Нарбеков. Нарбеков. Студент Нарбеков, я делаю вам первое и последнее предупреждение. С предметом истории партии шутить не надо. Понятно? Понятно. Садитесь и пишите конспект. Ведь я рассказываю очень важные и очень интересные вещи. Под руководством Владимира Ильича Ленина Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса впервые в России начал осуществлять соединение социализма с рабочим движением. В декабре 95-го года Владимир Ильич Ленин был арестован царским правительством. Но даже в тюрьме продолжал свою революционную борьбу. В тюрьме Владимир Ильич Ленин помогал союзу борьбы. Помогал своими листовками и брошюрами. В тюрьме он написал брошюру о стачках. Слышь, Степ, видишь девушку у нас в белом свете? Ну вижу, что ты ее знаешь? Кстати, я раньше у нас ее не видел. Аня Лия Белецкая. Больше ничего не знаю. Так рабочий Бабушкин вспоминает о лекциях, которые проводил Владимир Ильич среди рабочих. А зовут ее как? Кажется, Лида. Так кажется, и Лида точно не нужно знать. Тебе надо, ты и знай. Так кто там шепчется? Норбеков. Опять вы? Как ваша фамилия студент слева от Норбекова? Встаньте. Молодцов. Не с того начинаете, товарищ Молодцов. Я запомню вас, студенты Норбеков и Молодцов. Учтите это. Садитесь. А вы, Норбеков, напомните мне мою последнюю фразу. Встаньте, пожалуйста. Значит, один рабочий вспоминал, как Владимир Ильич Ленин читал лекции в свободное от революционной борьбы время. Норбеков, как же фамилия этого рабочего? Дедушкин. 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 Рабочий дедушкин. Что вы сказали? Рабочий дедушкин. Немедленно покиньте аудиторию, Норбеков. Ваши хаханьки вам даром не пройдут. Лекции по истории партии – это не место для фарса, который вы здесь устраиваете. Привет. Привет, Степ. Девушка, остановитесь. Вы нарушили правила дорожного движения. Испугались ли? Я не Лида, я Люда. Извини. Ничего. Подумаешь, имя перепутали. Давай на ты, мы же все-таки однокурсники. Ну да, давай. Короче, я хочу искупить свою вину и пригласить тебя в кино. Не знаю. А на что? В художественной. Там идет Иван Васильевич, меняет профессию. Ой, девчонки смотрели в таком восторге. Но говорят, билетов не достать. Уже достал. Вот. Решайся. Пошли. Пошли. Рик, привет. А ты когда к нам прижилась? Да вот, недавно. Папе в Москве квартиру дали. Я перелилась сюда учиться. Эти кинокадры были сняты на улице в столице Чили-Сантьяго в день военного путча. Мятежники, действуя в сговоре с внутренней и внешней реакцией, развязали в стране фашистский террор. Мне пришли. Комосцы, которые были сняты на улице, когда мы были сняты на улице. Я плачусь на улице. Мюты, которые были сняты на улице и детские учреждения, которые были сняты на улице. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ух ты! Какие у вас хорошие книги! Угу. Родители собирают. Здорово. А ты знаешь, сколько стоит Том Булгакова на черном рынке? Нет. Сто рублей. Ничего себе. А кафка у меня тоже был. Только я его махну на два билета на неделю французского кино. Люда, давай здесь на стол накрывать? Давай. Помогай мне. А ваши родители, Сережа, где работают? Мама по профессии историк. Отец тоже. Они вместе учились на одном курсе в МГУ. Но он с нами уже лет восемь не живет. У него другая семья в Новосибирске. Да мы и не общаемся с ним совсем. А дед, мамин отец, академик Охотский Павел Сергеевич. Так это ваш дед? Да. Ну, конечно, я слышала о нем. Известный археолог. Восток и вет. Можно я его с Булгакова возьму? Я мастера Маргариты не считал. Конечно. Вот. Возьмите. Спасибо большое. Ну, сейчас будем обедать. Красивый вид, правда? Ничего. Тебе не нравится? А я люблю по вечерам стоять у окна. Смотрю, смотрю. Кругом многоэтажные дома, огоньки. А из нашего окна с Данемга вы увидели. Тебе какая музыка нравится? Ты любишь Битлз? Конечно. А у меня дома есть фирменный диск. Эбэй Род. Хочешь, принесу, послушаешь? Конечно, принеси. А ты знаешь группы Роллинг Стоунс, Пинк Флойд, Дип Пирпл? Ну, честно говоря, неважно. Ведь их же не достать. А когда у тебя день рождения? 20 ноября. Мне 18 лет исполняется. Понятно. А мне три месяца назад исполнилось. Ого, старик. Ты что это? Всю домашнюю библиотеку приволок? Откуда я знал, что брать-то? Ладно, пошли. Подожди. Что? Ну, посмотри. Зачем? Мало ли то, не то. Да там все скажет. Тебе посмотреть, что ли, сложно? Хорошо, давай. Энциклопедический медицинский справочник для военных фельдшеров. А что? Звучит солидно. Гарри Зихровский. Индия осушает свои слезы. Сильно. Как думаешь, сколько за него отвалят? Не знаю, старик. На четвертак может потянуть. Слушай, а вы что, все это читаете? Ну, предки читают. Я про Индию начинал. Ну и как? Интересно. Так, четыре двадцать в продажу. За все? Нет, за эти две. Цемент Гладкова и гидроцентраль Шагинян. Остальные что, не подходят? Остальные не подходят. Что у вас, молодой человек? Здрасте. Здрасте. Так, эту не прием на небиблиотечный штамп. Так, за эту четыре в продажу. Эту отнесите в магазин на странную литературу, но не уверен, что ее там примут. Вот еще есть. 110 в продажу. Где книга, описание народов? Она здесь была. Здесь. Ну, а я откуда знаю? Зато я знаю. Ты таскаешь дедовые книги и продаешь их в баклинистических магазинах. Вот откуда деньги. Чего я не таскаюсь? Чего ты взяла? Я давно подозревала. И когда пропала эта книга. И когда у тебя появился джинсовый костюм. И когда ты стал постоянно возвращаться домой пьяный. И когда я в твоей комнате нашла несколько ресторанных счетов. Ты по отцовской тропинке решил пойти, так? А ты отца не трогай. Думаешь, я ничего не знаю? Что ты знаешь? Да все знаю. И про поездку твою на юг. И про Феликса. Замолчи. Замолчи. Ни черта ты не знаешь. Дай мне то, что хотел положить туда. Да ничего я не хотел. Я просто... Обыскивать тебя. Я жду. Вот так. И эти деньги я деду отдам. Они ему принадлежат. А ты можешь почитать Снегурочку. Что, ты? Не надо было. По литературе задали. Я открыл, а тут как раз мама. Я бы тебя сейчас так влепил. Здорово, старик. Здорово. Чего звонил? Деньги по заре сложные. Сто рублей. Ну или хотя бы семьдесят. Зачем? Топласт хочу себе взять. Роллингов или Пинк Флойд. У меня были деньги. Мать забрала. Понимаешь, старик. Я себе музейну взял. Сам еле рассчитался. Мы же рок-группу сколотили. Рэд Траффос. Нормальное название? Дай пробью. Ты Волокнинского знаешь? Ну. Чувак на гитаре просто бог. У Шульца барабан. Усилитель собрали. Колонки купили. Место нашли. Все. Серега, наше дело в шляпе. А играть кто будет? Ну как кто? Волокнинский соло. Вашурин ритм. Шульц барабан. Я на басухе. Та-та-да-та-да. Та-та-да. А, все собрались. Сережа. Ну что, может по пивку? Я угощаю. Пошли. Слушай, а ты же не умеешь играть. Кто не умеет? Ты не умеешь. Я уже два дня играю. Ну, два с половиной, сегодня утром. Смерть и разрушение сеют варвары двадцатого века. Американские адвесторы на земле Вьетнама. Алло. Еще один минут. Где-то тебя. Меня? Кому это я вдруг понадобился на всем белом свете? Скажи, он умер. Он умер. Спрашивают, когда? Когда? Скажи, две недели назад. Две недели назад. Спасибо, всего хорошего. Вот, Маратин. Сереженька, дай мне, пожалуйста, горячего чая. Я не Сережа. А кто ты? Я Миша. Правда? Очень похоже на Сережу. Алло. Да. Добрый день. Что? Кто вам сказал? Нет. Нет, вы просто неправильно поняли. Он сейчас подойдет к телефону. Может быть, хватит чудить? Возьми какую-то. Да. Алло. Это я, да. Живь-здоров. Угу. Но прийти не могу, я болею. Болею я. Миша, вот ты соображаешь иногда вообще, что ты говоришь? Соображает он. Как же. Папа, я не пойму, что за шутки опять? Объясни. Даня, чаю дай горячую, пожалуйста. Ишь, я задохожу. Я опаздываю. Пожалуйста. Меня ждут. Сначала Даня. Сергей, сделай деду чаю. И побудь дома. Останешься без гулянки сегодня. Не на что гулять-то. И хорошо, что не на что. Стоит по патрусу городов северного Викнама. Стоит по патрусу городов северного Викнама. Деда, я хотел тебя спросить. Давай я спрошу. Это старушка. Это кто? Твоя родственница? Какая родственница? Это же Агата Кристи. А ты что, знаком с Агатой Кристи? Отлично знаком. Более того, эту фотку делал я. Ее муж был археолог. И мы часто встречались в Лондоне, потом в Индии. Ничего себе. Ты знаешь, Серега, мне вот Лариса деньги дала. Говорит, это для тебя. Зачем мне эти деньги? Возьми. Я уже дал Миши на футбольный мяч. А это тебе. Совсем на другое. Я даже знаю, на что. Спасибо тебе, дед. Огромное спасибо. Старики, мне диск нужен. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Не поможете? Ты что, парень? Мы вот так, свежим воздухом дышим. Какие диски? Ой, не лепи ты мне. Что, он пацан, что ли? У тебя нет, так скажи, у кого есть. Мне класс нужен. Да кто тебе лепит? Ты вот что, вон, видишь, парень? Он вроде бы чем-то торговал. Подойди, поспрашивай. Ну, что там у тебя еще? Смотри. Мне сказали, у тебя диск есть за дар к сайту в зиму. Откуда? Контрабанды не держим. А что есть? Тухманова, хочешь? Мой адрес, Советский Союз. У меня лишний есть. Один маму купил, другой папа. Тебе недорого уступили. Да нет, не надо. Бабушке его подари. Слышь, чувак, ролинги нужны? А что, есть? Тихо, тихо, не шебуршись. Голос Хэд Суп есть. Ого, последний альбом? А он же только в августе вышел. Тихо, раз говорю, значит есть. Ну, что, берешь? А сколько? 80. Дороговато. А ты что хотел? Он месяц назад руб 20 стоил, а я тебе за 80 даю. Мани срочно нужны. Не могу дешевле. Понимаешь, нет у меня с собой 80. Сколько есть? 70 рублей есть. Чувак, 70 рублей, ты откуда? Новый класс, фирменный, английский. Так, подожди. 70, ты ебаный. Так, ага. Вот еще 5 рублей есть. Короче, 75 даю. Иди сюда. Диск, покажи. А? Ну, во. Фирма, смотри. Аль-ё, сам видишь. Дай я посмотрю. Ну, что, смотри, смотри. Вон лейбл, упаковка. Все окей. Глухая фирма. Чего еще, а? Этик, мусора. Где? Да вон справа, из кустов ползут. Твою мать. Ну, что, берешь? Да не тяни ты. Видишь, вон, дела какие делают. Сейчас разгонят всех, никто ничего не получит. По рогам, если только. Ладно, беру. Привет. Привет. С днем рождения тебе. Спасибо, Сережка. А почему ты не захотел прийти вечером, когда соберутся все гости? Да ну, придут одни твои родственники, о чем мы с ними будем говорить? Мы лучше с тобой вдвоем посидим, отметим. Ну, проходи ко мне. Это тебе. Это что? Дис Роллингов. Последний. Три месяца назад вышел. Сережа. Ведь он, наверное, очень дорого стоит. Да не бери в голову. Честно говоря, я не знал, что тебе подарить. Хороших лик у тебя и так полно. А что еще? Хороших лик у тебя. Они Чайковского исполняют, да? Эдик, сволочь. Слушай, подсунул. Ты знаешь, а я люблю Чайковского. Правда? И даже больше, чем Роллингов. Да. Так что это отличный подарок. Ну, правда. Спасибо. 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 Видишь, басиста? Мой друг Костя Денисов. Мы с ним вместе в одном классе учили. Здорово. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Классный мэн во Вьетнаме воевал, фантом сбил. Как это сбил? Да вот так, о зенитке, как долбанул. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да и черт с тобой. На, Серега. Да пошел. Не заложен? Нет, твой парень. Смотрите. Ну как? Нормально. Нормально-то значит плохо. Побольше затянись с придыханием. Понял? Чуваки, смотрите. Понимаете? Орел сидит и крыльями хлопает. Видите? Да нет. Ничего не вижу. Вижу, Шульц. Только это вроде не орел, а паук какой-то. Да вы что, охренели что ли, сволочи? Там же на весь коридор воняет. Сейчас вот загребут всех чертовой матери и меня вместе с вами. Все, тушите быстро. Давай на сцену. Сгинь, Мираж. Подписывайтесь на наш канал. יתiy signs Продолжение следует... 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 я мириться пришел а я с тобой не ссорился я просто в виде тебя не желаю вот и все я ушла с тобой все хорошо да все нормально а ты куда у меня встреча в институте в институте дед у меня к тебе просьба какая может быть ко мне просьба ты можешь позвонить галиния александровна ну ну галиния александровна казанович зачем он аж работает в академии наук что хочешь в академике влезть там и без тебя слов хватает нет мне нужно два билета в театр и какая проблема иди в театр купи в кассе да нет дед ты не понял ну объясни понимаешь есть такой театр на таган туда билетов не достать она может и тебе не откажет и чтобы мне отказал ты что а чего так увлекся театр тут не в этом дело с девушка поссорился сильно на бывает лет 50 назад я тоже сильно поссорился с девушкой мне показалось что она отдает предпочтение другом мы были вынуждены выяснять отношения на дуэль на дуэль дрались на шпагах на пустыре а шпаги где взяли и тогда с этим проблем не было ну и кто кого спрашиваешь я выбил шпагу из рук этого мерзавца не добил потому что разняли а если бы не разняли убил бы ну а насчет билетов то что каких билет я же говорю я девушку хочу сводить в театр а да а девушку как зовут люда люда мою первую любовь тоже звали людмила давай телефон однажды всю ночь напролет я читал для нее гумилева чудная была ночь и далеко стреляли какие-то люди бегали с винтовками в руках орали друг на друга нам это не мешало здравствуйте дорогая галина анна а я да 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 вы что я жив здоров да спасибо у меня к вам большая просьба вот у меня внук серёжа просит помочь ему попасть театр на таганке привет привет слышишь степ тебя в деканат вызывают зачем это берлин вроде хотят тебя послать на студенческую конференцию почему меня а кто доклад дел по безработице в англии ну я и что ну вот иди давай они сказали срочно конференция фигня какая-то чего это он вокруг тебя бьется ничего не бьется у нас общий интерес какие у вас могут быть общий интерес тебя не касается ладно слушай если вы знаете что я принес поцелуешь меня 30 раз идет какой это стать ты договорились да ну тебя говори что хотел сказать и все это что два билета на таганку на гамлета с высоцким слышишь целуй ну так мы в кубе не договаривались раз два три четыре пять ну что когда едешь съездим сейчас так съездим не взяли наверное наверное пять пять шесть мам ты чего ничего так ты галстук умеешь завязывать нет нет вот отец твой умел всем галстуки завязывал ну куда ты собираешься театр вечером идут а ты надень белую водолазку тебе идет принеси я поглажу Сережа послушай сядь рядом ты понимаешь ты понимаешь если если со мной что случится ты станешь самым главным человеком в семье что случится ну мало ли возьму да замуж выскочу уеду от вас очень смешно ты мне это хотел сообщить нет я хочу чтоб ты обещал что ты не бросишь деда с мишкой в каком смысле в прямом что бы ни произошло ты чего ты чего ничего просто обещай мне обещаю если ты хочешь мам ты прости меня за что ну за то что я сказал насчет вас с отцом не думай об этом какая странная птица это твой отец на раскопках древнего харизма нашел и подарил мне ты знаешь древний харизм город ветров исчезнувшая империя ее открыл твой дед красиво да да а а коч привет хорошо давай через двадцать минут в дворе да я за стеку зайду здоров привет старики я вижу вы настоящие друзья юрист по первому золу объясняют все и я за что я не это слезняк взял нового бас гитариста тихушный бездаря фирюга забери гитара у него и все а кто ему в морду поганую плюнет Сережа куриже подстраховать меня нужно там все против меня даже шульц так мы что к нему домой что ли пойдем нет буревестник они там репетируют не объяснишь мне что толком мы взяли нового гитариста что с того то ты что перетрухал что ли если бы вы меня позвали я бы лишних вопросов не задавал я готов я тоже только что только иди иди домой к маменьке под крыло Дон Эстебан если ты ко мне еще раз обратишься пойду я да вперед что ты там здесь не успели еще слинять шалупой Вы слышите? Нет, вы послушайте. Этот стон у них песни зовется. Волохницкий, заткнись, уши вянут! Ты че пришел-то? За гитарой пришел? Забирай! Ведь отдай ему гитару, мне через месяц новую привезут. Не, Слинтей, ты так просто не отделаешься. Сейчас твои очки тебе на затылок залезут. Да? Да. Клумиша, скотина! Клумиша, врубай, шульца! Прекратить немедленно этот бардак! Немедленно вон отсюда! Всем вон! Терпением пришел конец! Степ, ты молодец, Волохницкому гитару сломал! Все, накрылся медленно тазом, балаганчик! Ребят, ну гядь, че тут? Нормально. У тебя вон цереплено на фейсе. Да ладно, предлагаю это дело отметить. Помянем ретруссерс? Давай, так ты мне к семи в театр. Так до семи куча времени, успеем повеселиться. Поехали? Поехали. Волохницкий подскочил ко мне, раз мне в грудах сразу! Я не растерялся, его хватает! Швыранул, метров пять полетел! А ты тоже нормальный, ты че говоришь нам все? Вырывай, шульца сразу! Ты шульца вообще видел? И на Санкт-Петербурге привезло еще что-то в реакторе. А у тебя деньги-то есть? Да, любите деньги. Гуляем. И признайся мне, Звыбки в небе печали. Я без тебе в земи, У полон и печали. Вот у тебя машина, дача есть, В институте каком учишься? Бесплатно. Какого же тебе еще рожна-то надо? Свободы хочу, старик, понимаешь? Ездить, когда и куда хочу. Смотреть, что хочу. Читать, что хочу. Ты же и знаешь, что хочу, хочу, хочу. Живем один раз. А вот что-то ты видел вот. Это ты насмотрелся там своих западных к Англиях, к Австриях. Нечего вообще тебя было туда пускать. Вот я тут живу, а мне и тут хорошо. Хоть у меня ни машины, ни дачи нет. Здесь ты. Нет, Степ, ты не прав. Там у них лучше. Но и у нас тоже кое-что есть. Пошли, присоединимся. Хватит балаболить. Пойду я никуда. Домой поеду. Пойдем, пойдем, Степ. И я хочуед. Ай! Я хочуедо, я! Пойдем. Пойдем. Ай! Ай! Я хочуед. Ай! Как вас зовут? Люда! Люда? Что случилось, старик? Да я про театр совершенно забыл. Точно, театр же. Так возьми такси, может, успеешь еще. Да не, не поеду я никуда. Я ж пьян в дебадам. Гим, гим! Ура! 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 Ты чего не спишь такой, Рань? Мам, вчера ночью в больницу забрали. Ну, как там Миша? Нормально. У них в школе турнир по футболу. А как дед? Как обычно. Морчит. А что у тебя в институте? Когда практика? В конце июня, числа 25-го. И куда едете? В Владимирскую область. На АКУ. Красивые места. Слушай, Сергей, дай мне сигарету. Что? Сигарету дай, говорю. Я же знаю, у тебя есть. Ну, дай, дай. Ты ж не куришь. Курила когда-то. В университете. Зажги спичку. А здесь можно? Нельзя. Нельзя здесь курить. Все равно я хочу. Спичку зажги. А ты знаешь, твоему отцу нравилось, когда я курила. Он говорил, что я сигарета и похожа на одну американскую актрису. Только я не помню, какую. Не помню. А почему бросила? Вредно же. Ладно, Сергей, ты иди. Я на той неделе выписываюсь. Сигаретам не оставь из печки. Сигаретам не оставь из печки. Иди. Иди. Сережа! Ладно, потом. Иди. Вы, Норбеков, все поете? Пою, Лидия Петровна. А что еще делать бедному студенту? А материал вы сегодня собрали? По деревням ходили? А как же, еще какой? Только вот понимаете, Лидия Петровна, 90% всех их чистушек и прибауток состоят из нецензурной брани. Народ уж больно не ученый. Дремучий. Причем тут народ, Норбеков? Просто каждый находит для себя то, что ему интересно. Чокнутая. Помогу. Хade�. Помогу. Норбеков. Я senses. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Серёж, я не знаю» «Серёж, я не знаю» «Как хочешь» «Серёж, я не знаю» «Серёж, я не знаю» Скоро женись после армии. Угостишь сигареткой? Ты в Гаграх была? Нет, никогда. Хочешь, поехали со мной? Когда? Завтра. Ну, поехали. Почему бы нет? Поехали. Серёжа, ну что я тебе сделала? За что ты так со мной? Вот тебе. На обратную дорогу и за комнатой. Отдыхай. Скучаешь по своей Фифочке, маменькиной дочке. Она-то небось не теряется. Святое место пусто не бывает. Знаю я. Рот закрой. Дурак. Субтитры сделал DimaTorzok. Ба, дочь Костя Денисов. Серега, старик, привет. Ой, здорово. Присаживайся, выпьем завтречу. Ты откуда здесь? Я отдыхаю. С практики смылся. Молодец. Танюша, познакомься, это мой лучший друг Сергей. Сергей, Танюшка. Очень приятно. Хорошо, что я тебя встретил. Такая скукотища здесь. А ты где обитаешь? Коммунту снимал неподалеку. А ты? Я здесь, в доме отдыха. И Танюшка. До встречи. Серега, можно тебе на минутку? Да, конечно. Танюшка, извините. Танюшка, извините. У тебя манья есть? Рублей пятнадцать есть. А что? Ну вот только рубль. Ручай, старик. Ты что, с этим в ресторан приперся? Ну что делать? Такая герла. Она сегодня в Москву улетает. Я думал так, бутылочку Цинандели. Она заказывает и заказывает. Заказывает и заказывает. Ну, Бог правду видит, тебя послал. Как ты, старик? Все окей. Что это там? А это, брат, твоя девушка? Да. Ну, извини. Мы думали, она одна скучает. Какого хрена вам тут надо? Валите отсюда. Ты что, родной? Ребята, не надо. Ребята, не надо. Костя, готовиться не надо. Денег нет, товарищ начальник. Вот, возьмите это. Что это? Приемник, подансонник, Япония. Бери, фирма. И не хулигань, так больше. Может, хоть червоне садите? Как-никак в Токио купим. Давай, езжай. Может, искупаемся? В такую рань? Ну, да, а что? Ну, давай. У тебя билет-то обратный есть? Нет. И денег нет. А как ты добираться собираешься? Часы загоню. У них тут с часами напряженка. Слушай, Серега, а как ты думаешь, что с нами будет лет так через тридцать? Ну, ты будешь послом в Великобритании, а я буду учителем где-нибудь в Бобруйске. Не, ну это, конечно, неплохо, но я не об этом. А о чем? А я сам не знаю. Знаешь, Кость, я ведь жениться решил. Да ну на ком? На Люде Белецкой. Помнишь ее? Помню. Ну что, серьезно? Серьезней некуда. Ребенка ждет? Да нет, не в этом дело. Поздравляю, старик. Слушай, так может и мне тогда жениться? Как тебе, Танюшка? Супер. Отец – министр просвещения РСФСР. Пятикомнатная квартира на улице Горького. Занималась бальными танцами и каратэ. Как тебе, невестушка? Здорово. Все. Я решил. Что? Сыграем свадьбу в один день. Люд, привет. Привет. Как ты? Нормально. Отдыхали где-нибудь? Под Ленинград с родителями ездила. А я вот в Гаграх был. Понятно. Увидеться надо. Увидеться действительно надо. Я по твоим домам. В телефоне-автомате. Хорошо. Я сейчас выйду. Привет. Привет. А ты изменилась. Это тебе кажется. Просто прическа новая. Где говорить будем? Здесь. Давай здесь. А то можно было пойти куда-нибудь. В кафе, например. Что-то ты меня раньше не очень-то в кафе приглашал. Помнишь, как мы с тобой расстались? На практике. Помню. Я вообще все прекрасно помню. Так вот. Я прошу тебя. Походи за меня замуж. Сереж. Мне нужно тебе кое-что сказать. У меня будет ребенок. Что? Я жду ребенка. Я на втором месяце. Это уменьшись. Я буду следить за ним. И кто же? Я его знаю? Да. Ты его прекрасно знаешь. Серёжа, это Стёпа. Стёпа? Понятно. Ты очень обидел меня, Серёжа. Мне было так плохо. Ты его любишь? Наверное, да. Да. Он совсем другой, чем представляется вам всем. Вам всем, говоришь? Ну что ж, пока. Привет, Серёга. Здорово, Серёга. Привет. Как дела? Ничего. 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 Ты какой-то не такой, у тебя случилось, что ли? Понимаешь, Костя, мать у меня тяжело больна. А что с ней? Рак желудка у неё. Она ещё ничего не знает. Прости, только мне сообщили. Сегодня утро. Слушай, Серёга, так может лекарство пробить в больнице? Я отцу скажу, он может. Да не, Костя, спасибо. Она и так в хорошей больнице, и лекарство нужно есть. Дед всё устроил. Слушай, я вот что хотел. Молодцов звонил. Десятого числа свадьба. Почему ты хочешь, чтобы я был свидетелем? Вот как? Десятого, значит? Десятого. Я говорю, ты что делаешь? Вы с Серёгой друзья. Он завертелся, завелил. Говорит, я её с первого курса люблю. У меня любовь с первого взгляда, тыры-пыры. И она меня полюбила. Да врёт он всё. Как его можно полюбить? Ты его видел? А вот это он не видал? С Волочугой оказался похлеще Волокницкого. Кстати, Волокницкому пятнадцать суток дали. Нет, ты не думай, Серёга. Я туда не пойду, я с ним за один стол не сяду. Ладно, пойду. Ладно, пойду. Давай. Привет, Серёга. С какими судьбами в наших краях, что решил отдохнуть после трудов праведных. Да. Ну что, Москва стоит? Да вроде бы. Вот ваш чай. Здорово, Серёга. Здравствуй, Клава. Когда Ларису-то из больницы выписывают, то мне домой пора. Комнату надо прибрать. Запасы на зиму сделать. Долго мне ещё тут торчать-то? Вот приеду в Москву. Пойми, не Бог. Не буду ходить там. Сами свою грязь вывозите. Поступай с миром. Отдыхай. Какой отдыхай? Варенье пойду варить. Серёга, а ты сходи в сельпу за сахаром. Я туда не потащусь. Не девочка. А ты знаешь, как Чингисхан покорил Хоресм? Его солдаты засыпали все каналы, по которым вода шла в город. Вот так просто. Серёга, иди ко мне. Иди ко мне. Ну что? Умерла? Обязательно съезди в мой город. Город Ветров. Ради меня и Варки. Там очень красивый восход солнца. Мишка. 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 Ты сегодня на тренировку идёшь? Ага, к шести. У меня к тебе просьба. Ну? Сядешь на сто сорок четвёртый автобус, доедешь до Тёплого Стана. Вот адрес. Мальчик, а тебе кого? Мне Люду. Люду? Люда! Да? К тебе пришли. Кто? Мальчик какой-то. Люда. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей просил вам передать. Это что? Это мамин. А, да, ещё Сергей просил. Ну и я сам тоже. Поздравляю. Спасибо. А как мама? Мама. Мама. Извините, а где есть автовокзал? Там, за углом, туда направо. Спасибо. Мамин. А. Нет. А... Ага, нет. Иван, нет. Ага, нет. О, я не сделал. Ага, нет. Ага, нет. Настя, нет. Очень смешно. здравствуйте здравствуй до города ветров довезет куда город ветров а я сказала а ты знаешь сколько километров отсюда 200 километров тут и судим 400 километров а партнер не повезет туда даже не думай спасибо Не надо в город Ветров, я заплачу Откуда сам-то, братан? Из Москвы Куртка у тебя хорошая, фирменная Фирменная, суперраев Хороша, не жалко Добавить еще 20 рублей Поехали Годится Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok